Данный экспонат называется резонансный трансформатор Тесла. Он используется для того, чтобы показать эффект беспроводной передачи энергии. Как мы видим, когда у нас идет стример, лампочка загорается. В музее нового ресурсного центра вы научитесь передавать энергию без проводов, заставить и танцевать молоко и песок при помощи звуковых волн и зажигать огонь без спичек. Мечта каждого мальчишки и некоторых девчонок. Кроме музея, в ресурсном центре несколько учебных классов и лаборатория Илмарина, созданная, по примеру, международных школьных научных лабораторий. У нас есть по механике, по молекулярной физике, по оптике, электродинамика есть. В общем, все, наверное, кроме ядерной. Пока. Пока. Желающих очень много, желающих нет отбоя. То есть сейчас, в следующей неделе, мы начинаем постоянные занятия на базе STEM-центра. Это будут ребята первого-второго класса. Они будут приходить заниматься с конструкторами лего. Основу изучать по робототехнике. В лаборатории Илмарина уже начали работу будущие ученые. Наш инженерный проект – это измерение и анализ динамических нагрузок, возникающих в конструктивных элементах моста. Как вы видите, на фермах моста размещены два тензодатчика. Эти датчики фиксируют взаимодействие сил, поступающих на мост, от времени прохождения тележки по мосту. Собирали шедевры из конструктора больше шести часов. Школьники надеются, что их идеи будут полезны, к примеру, при строительстве и ремонте мостов в Карелии. Успели оценить новый ресурсный центр и восьмиклассники из 40-го лицея. Намного лучше, чем мы в классе раньше собирали, прошлый проект. Там не так. Здесь атмосфера. Нам дали ноутбук, выделили место, и мы работали. А там у нас был один комплект и парта. Это было не очень круто. Здесь ресурсов больше. Да, здесь ресурсов больше. И программное обеспечение мы спокойно обновили. Школьники собрали из конструктора робота, который, как они надеются, тоже будет полезен в лесной промышленности Карелии. Алексей будет управлять платформой с планшета, а Данил будет управлять манипулятором с пульта. Все занятия в новом ресурсном центре ПетрГУ будут бесплатными.